Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, о том, что глоукома актуальная проблема, это мы все знаем и подтверждение сегодняшняя наша конференция. Спасибо Зое Федоровне, что она нас сегодня здесь, сегодня собрала. И хотя глоукома известна, безусловно, очень давно, ведь первое описание глоукомы было описано Виценной еще более тысячи лет тому назад в его известном каноне врачебной науки. Но какой-то существенный прорыв понимания механизмов и развития глоукомы, конечно же, с того времени есть, но дело в том, что он меняется все время. И на сегодняшний день мы все знаем, что глоукому рассматривают как заболевание зрительного нерва с развитием специфической глоукоматозной оптической нейропатии, к развитию которой ведет огромное количество факторов. Это и механические факторы, и сосудистые, и генетические сегодня был акцент как раз на этих факторах риска заболевания. Но еще и в последнее время говорят о психологических факторах в развитии глоукомы. И доказано как раз, что совокупность психологических и социальных факторов формирует психологическое состояние больных с глоукомой, которое в свою очередь влияет на течение заболевания. То есть возникает так называемый порочный круг, когда стресс приводит к изменению психоэмоционального состояния пациентов, что в свою очередь усугубляет течение болезни. На наличие психологических особенностей и расстройств у больных с глоукомой и их влияние на течение заболевания указывают многие авторы. Но мы сами постоянно сталкиваемся на приеме с пациентов с глоукомой и можем отметить эти особенности их поведения. Хотя на самом деле существуют различные тесты, шкалы для определения психологических расстройств у пациентов с глоукомой. И отмечено, что у 62% больных с первичной открытой угольной глоукомой имеется личностная тревожность. В то время по шкале уровня стресса определено, что более 70% больных с глоукомой имеют высокий и средний уровень стресса. Ну и также отмечено у больных с глоукомой высокий уровень тревожности и депрессии. Безусловно, пациентам с глоукомой свойственно беспокойство и мнительность в отношении возможных осложнений заболевания и неэффективности проводимого лечения и неблагоприятного исхода болезни. И требуют они от нас и от окружающих и внимания, и заботы, и сочувствия, и сопереживания. И прежде чем говорить о психологическом портрете пациента с глоукомой, давайте вспомним о механизмах психологической защиты, которые формируются у нас еще с раннего детства и позволяют уменьшить внутреннее напряжение и тревогу в ситуациях стресса. Ведь для определения этих механизмов психологической защиты существует определенный тест. Он был разработан плутчиком и соавторами. И этот тест говорит, что все мы имеем 8 психологических типов защиты. Безусловно, мы можем использовать любые из них, но, как правило, используем всего лишь 2-3 механизма. И отмечено, что у больных с глоукомой из этих 8 механизмов чаще всего используются 6, причем на разных стадиях включаются различные механизмы психологической защиты. Так, на начальной стадии заболевания, когда мы впервые пациенту говорим на наличие у него глоукомы, то бишь того заболевания, которое в итоге приводит к слепоте, безусловно, это стрессовая ситуация для пациента с глоукомой. И здесь проявляется более интенсивная работа психологических защит. В некоторых степенях происходит искажение информации, в другой стороне происходит неадекватная оценка заболевания. Пациенты либо преувеличивают угрозу заболевания, либо, наоборот, игнорируют его. Конечно же, это приводит к нарушению режима лечения. Было доказано, что как раз в начальной стадии заболевания включаются такие механизмы психологической защиты, как вытеснение, проекция и интеллектуализация. Так, механизм психологической защиты по типу вытеснения, при нем происходит блокада неприятных эмоций и как бы стирание этих всех негативных эмоций. При механизме психологической защиты проекция происходит приписывание окружающим различных негативных качеств, и что потом формирует рациональную основу для непринятия других и принятия себя на этом фоне. И благо, если у пациента включается так называемый механизм психологической защиты, который носит название интеллектуализация. Как раз при нем происходит подмена чувственной основы логическим резонам. Такие пациенты, они более ответственные, добросовестные. Давайте вспомним, есть такие у нас пациенты, которые приходят на прием к нам с целыми талмудами, где они отмечают, какие капли капают, время закапывания препарата, какое у него внутриглазное давление. Еще и просят нас заполнять в этих их же историях домашних все отмечать функциональные параметры органов зрения. То есть это как раз механизм психологической защиты, который носит название интеллектуализация. При развитой стадии заболевания человек уже сталкивается со снижением зрительных функций, что диктует необходимость менять привычный образ жизни. То есть необходимо уделять время лечения, постоянно применять гипотензивные препараты, посещать врача и, конечно же, планировать свое будущее с учетом ухудшения качества жизни. И здесь механизмы психологической защиты позволяют освободить мысленное пространство от болезненной, вызывающей страх и тревогу информации. И как раз доказано, что уже в развитой стадии глоукомы происходит психологическая защита по типу отрицания, то есть отрицается опыт, который причиняет страдания или некоторые импульсы не себя. Либо же происходит замещение, то есть снятие напряжения путем переноса агрессии с более сильного на более слабый объект, либо же на самого себя. Если же это недостаточная работа психологических защит в этом случае, тогда повышается уровень тревоги, страха, угнетенное состояние, что, безусловно, затрудняет коммуникацию с окружающими людьми. По мере прогрессирования заболевания меняется и профиль психологических защит, и уже возникает так называемая регрессия, когда избегание тревоги будет путем возвращения так называемым незрелым или детским формам поведения. Как раз поведение таких людей связано и с легкой сменой настроения, с плаксивостью, потребностью в утешении, непереносимости, одиночество. И вот доказано, что как раз психологическая дезадаптация приводит к неадекватной реакции больных на лечение, чем и объясняет тот факт, что около 60% пациентов с глоукомой не всегда выполняют назначение врача. И, конечно же, здесь важен тот мультидисциплинарный подход, о котором сегодня говорила Зоя Федоровна, когда мы должны привлекать к лечению глоукомы и кардиологов, и терапевтов, и невропатологов, ну и психологов для психокоррекции. Но, безусловно, мы знаем, что основным и контролируемым фактором риска глоукомы, конечно же, является внутриглазное давление. И мы сегодня опять-таки говорили, должны снизить его к целевому давлению, но при этом должны учитывать все известные нам алгоритмы и последовательность назначения терапии. И опять-таки говорили сегодня о фиксированных комбинациях как преимуществах препаратов в лечении глоукомы. Мы знаем множество фиксированных комбинаций, которые мы можем в своей практике сегодня применять. Но всегда рады, если у нас появляется что-то новое. И как раз совсем недавно компания Адамет представила новые фиксированные комбинации. Это комбинация дрозоламида с тимололом в препарате Розаком, комбинация латонопросто с тимололом в препарате Розамакс и чистый ингибитор карбонгидраза и дрозобин в препарате Розалин. Конечно же, учитывая то, что мы говорили, что пациенты должны быть привержены к лечению и быть у них комплайенс. Все эти гипотензивные препараты должны быть удобны в применении. Для этого имеется данная линейка препаратов. Флакон средней жуткости, прозрачные капли и хорошо фиксированное кольцо, когда переворачивается флакон при вскрытии. Ну и если говорить о арт-терапии, которая опять-таки является из методов психокоррекции, то мы видим, как на упаковках у нас имеются различные виды радужки – голубые, сиреневые и бирюзовые. Итак, если подводить итог, то можем сказать, что психологические факторы играют немаловажную роль в развитии глоукомы. И у пациентов с глоукомой отмечен высокий уровень психологических защит. И как раз для оптимального лечения мы должны использовать вот этот мультидисциплинарный подход, только тогда мы можем получить хороший результат лечения наших пациентов. А более глубокое и подробное изучение данной проблемы позволит и уменьшить уровень социальной дезадаптации наших пациентов, и тем самым улучшить качество жизни больных с глоукомой. Спасибо за внимание и спасибо огромное Зое Федоровне за сегодняшнюю такую конференцию. Спасибо.